По традиции снос исторических зданий на Варварке начался в праздничный день, 4 ноября. Теперь под ковш экскаватора попали доходный дом Зелика Персица и страховой дом Якорь. Компания «Киевская площадь» года Ниссанова и Зараха Ильиева собирается реконструировать их в пятизвездочный отель на 320 номеров. Гостиница на Варварке должна стать частью парка «Зарядье», который строится на месте снесенной гостиницы России. Рыночная стоимость этой гостиницы – 4 миллиарда рублей плюс 6 миллиардов на реконструкцию. Является собственностью Российской Федерации центральный, самый главный земельный участок здесь, который был передан в пользование коммерческим организациям совсем с другими целями. Это зафиксировано в документах. И там сказано «эксплуатация зданий», а вовсе не их снос или реконструкция. И на это нарушение тоже никто не обращает внимания. Видные эксперты, международная миссия экспертов ЮНЕСКО, приезжавшая в Москву, категорически высказалась против этого проекта. Выдала четкие рекомендации не изменять внешний облик и габариты здания. А в глубине этого маленького квартала оно вырастет еще больше. На Кремль откроется огромный стеклянный фасад. Понятно, что номера с видами на Кремль – это самое дорогое в сердце инвестора. Я очень рад, что здесь присутствуют в таком большом количестве представители полиции. К вам обращаюсь, господа представители правоохранительных органов. Послушайте, пожалуйста. Вот за этим забором с 4 ноября происходит нарушение федерального закона и 243 статьи Уголовного кодекса. Я не боюсь произносить эти слова. Я то же самое написал в заявлении, направленном в Генеральную прокуратуру. Вопреки нормам закона мы с вами сейчас стоим на территории памятника истории культуры федерального значения, культурный слой Китай-города 12-18 веков. Здесь нельзя лопату воткнуть в землю. Вот так, например, выглядел дом страхового общества «Якорь» архитектора Александра Иванова. Дом был украшен лепными якорями, символами надежности и безопасности страхового общества. Богатый с куполами, проездной аркой и лепниной, дом стал украшением Варварки. Во время этих событий, когда мы рассылаем, а вы думаете, не рассылаем, каждый день пресс-релизы во всей базе СМИ, в это время под телевизионной картинкой идет какая-нибудь бегущая строка. В парк Зарядье завезли траву. В парк Зарядье завезли что-нибудь в катках. Парк Зарядье превратится в совершенно зеленый еще через несколько дней. Это я говорю об определенных СМИ, вы понимаете. Комментировать то, что слева от меня за этим забором, уже невозможно. Как этот бетон превратится в зеленые холмы, вам расскажет главный архитектор, мэр, вице-мэр, все вот эти возглавляющие мейнстрим урбанизма, государственные деятели и отцы города. Все первые дни ломали корпус, от которого сейчас перед вами одна стена. Видите, у нее там на повороте прекрасная архитектура. Это самый ценный фасад, которого мы не видим. Его сломают последним. Вот пошла там за поворот такая архитектурная форма. После чего откроется прекрасный атриум, внутренний двор. Или то, что от него осталось. Вот эта архитектура в стиле Людовиков. Вы можете видеть этот двор на фотографиях в благосфере. Это прекрасная архитектура, так сказать, фасад, вывернутый внутрь. В чем-то гораздо более интересный, чем фасад ближайшего дома, каким он стал после искажения и перестройки. Главный архитектор сказал нам в комментариях для СМИ, что фасады, корочка этих домов будут сохранены. Тем самым он прямо признал, что архитектура, которую мы видим сейчас глазами, будет уничтожена. Внутри двора в корпусе с колоннами. До последних дней сохранялись подлинные чугунные ограждения. Вторая постройка по Варварке-14 – это доходный дом купца Зелика Персица 1909 года. Купец первой гильдии Зелек Персиц, владевший заводом в Нижнем Новгороде по выпуску гарного масла и мыла, был одним из богатейших людей России начала 20 века. Для строительства доходного дома он пригласил одного из самых востребованных московских архитекторов – Николая Жерихова. «Давайте мне отбросить различные какие-то тонкости, распределения, сложности. Мы таки сформируем систему, при которой мы будем выходить. Сегодня пришло много людей в зимний день, когда было выходить большим количеством москвичей, которые не ходят на выборы, которые считают, что многие проблемы их не беспокоят. Но если мы хотим защищать свой город, свою столицу, свою родину, как бы это пафосно не звучало, да и закон, который нам пытаются вменить, нам нужно действительно объединяться. Действительно объединять большие силы, только они на сегодняшний день важны господи этой власти. Все остальное, поверьте, не первый год. Я и Илья Анатолий Валерьев, тоже депутаты, в Госбурдуме логики нет никакой». Повторяется сценарий сноса по Садовнической 9 и Большой Дмитровке 9, где были уничтожены целые кварталы исторической застройки. Но, может быть, хватит? Я помню, как однажды, по-моему, как раз во время сноса 25-го дома в Большом Казихинском переулке департамент культурного наследия назвал публично через СМИ, назвал городозащитниками, городостроительными экстремистами. Довольно-таки звонко. Но вот мое личное мнение, что городостроительный экстремизм, это вот сейчас происходит в Заряде, это сейчас происходит в Большом Казихинском переулке, это то, что планируется на Остоженке, это то, что планируется на Большой Атымке, и это то, что сейчас происходит в целом Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова